Ну как ты, пупсик тут без меня? Жив-здоров? И стягали прям по заднице. Это граница, вот здесь вот раньше проходила граница между непосредственно опрасенным двором и щукиным рынком. Да, чистый хлопок, да. Почему они вас сейчас? Сороккутные, да, всем, которые... Ну да. Вот здесь эта сцена происходит. Эй, ты, стоять! Чего? Стоять, я сказал! Ху-ю! Всем привет! У нас сегодня достаточно необычный выпуск. Мы вообще гуляли по опраксиному двору один раз, если вы помните, с таким моим прекрасным белым гребнем. С этого и началась эта эпоха. Было это в самую жуткую пандемию, и я показывал, как опраксин двор выглядел в разряженном состоянии. И сегодня вас ждет достаточно уникальная компиляция, потому что, во-первых, я вам покажу, как опраксин двор выглядит днем, весь насыщенный, понятно кем. Я вам покажу, как опраксин двор выглядит вечером. Это обычно то время, когда я вожу туда экскурсии, чтобы продемонстрировать территорию реально постапокалипсиса. Мне кажется, я об этом уже говорил неоднократно, что там вполне готовы декорации для съемки фильмов про восстание зомби. А сейчас мы расположены рядом с таким замечательным макетом, который демонстрирует то, во что мог бы превратиться опраксин двор. Я с опраксин двором прощаюсь практически ежегодно. То есть постоянно в прессе появляются сообщения о том, что вот-вот-вот, еще чуть-чуть, и он уже, так сказать, закончит свои дни. Нашлись какие-то очередные, может быть, инвесторы и так далее. И я уже делал два поста о том, что ребята, судя по всему, историю ходят. Больше мы опраксин двора в том виде, в котором он пребывает, не сможем лицезреть, и слава богу. Но вос и ныне там. Забегая вперед, я могу сказать, что если нам удастся зайти в одну из лавок, то мы спросим, будут ли какие-то изменения, и почему этого невозможно. А вот это, то, как оно могло бы быть. Я, значит, чтобы вы немножко ориентировались на этой территории, вот эта площадь, сюда идет улица Зодчего Карла Росси, это бывшее здание Министерства внутренних дел, это тоже сейчас называется БЦ Ленинсдат. Кстати, одна из локаций съемок Бандитского Петербурга, потому что именно сюда поселили Обнорского Серегина, потому что Константинов работал здесь в газете «Смена», и здесь раньше располагалось огромное количество редакций. Я туда ходил на самом деле, еще застал. Это БДТ, это набежная реки Фонтанки. Вот отсюда, кстати, мы с Танечкой выходили, когда снимали проходку нашу последнюю. Вот эта часовня, ее здесь, ну, в смысле, ее сейчас нет. Она исторически здесь была, сейчас там стоит крест поклонный, и, по-моему, они сделали часовенку буквально в одном из зданий. Это граница, вот здесь вот раньше проходила граница между непосредственно Апраксиным двором и Щукиным рынком. То есть это был рынок Щукинский в народе он назывался, а это вот та самая Апрашка. Сейчас они объединены, это произошло после тотального пожара 1862 года, когда вот вся эта территория горела. Это Апраксин переулок, это Садовые улицы. И вот посмотрите, да, со всеми зелеными насаждениями, со всей этой красотой, как это могло бы выглядеть, если это превратилось бы, допустим, в очередное наше какое-то культурно-деловое пространство, коих у нас сейчас в городе много, но здесь это пока не происходит. И те, кто разрабатывал этот макет, провели колоссальную работу, потому что я хочу сказать, что, возможно, я сниму подобный ролик в Москве, потому что там есть заказ на съемку подобного характера. Обычно это все предваряет вот такая фундаментальная деятельность, где показаны все чертежи рендера и так далее. Здесь же есть, вот это, кстати, исторический рендер, мне нравится, совмещенный с реальностью современной. Здесь же есть очень подробная историческая справка, вот она, где-то здесь в конце, фруктовые ряды и прочее. А нет, извините, вначале. Вот видите, здесь огромное количество фотографий, вот тот самый пожар, про который я рассказывал. Так это, кстати, очень сильно обвиняли скубентов в том, что, ну это было на следующий год после отмены крепостного права. Вот видите, замечательное совмещение, как и что выглядело, огромный воз с сеном, с сенной площади. Вот так выглядела фонтанка, кстати. Это здание, которое стоит на месте как раз этого самого Боцелия Нуздата. Вот эта церковь была снесена, и я всегда, когда вожу экскурсии, показываю, вот здесь есть такое, знаете, углубление непонятное. Я спрашиваю, что здесь могло быть, здесь как раз была эта самая церковь. То есть, вот эта внутренность апраксиного двора. Вот это, это как раз кусок той самой часовни, которую я только что показал. Это крестный ход. Ну, а то, как достопочтимая опрашка выглядит в наше время, мы узнаем буквально сейчас методом волшебного монтажа. Но единственное, начнем мы не прямо с нее, мы начнем чуть заранее с Садовой улицы, потому что мы окажемся с вами напротив дома по проекту Федора Лидволя. Ну, и оттуда уже пойдем сначала в Маскотельный переулок, а затем в Апраксин двор. Для начала хотелось бы напомнить, благодаря кому и чему мы сегодня с вами гуляем. Это видео сделано совместно с открытым городом, который, в свою очередь, является совместным проектом Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Если вы хотите посетить экскурсии по малодоступным местам, посетить самые красивые особняки, шикарные дворцы, знаменитые усадьбы, ну и вообще знаковые сооружения промышленной архитектуры, которые недоступны для свободного посещения, то вам сюда. Все, что от вас потребуется, это зарегистрироваться на сайте проекта, ссылку на который я размещу внизу под этим выпуском, ну и дальше следить за анонсами и записываться на понравившиеся вам экскурсии. Какое прекрасное солнце, редкий случай, потому что впереди нас ждет, конечно, погодка та еще. Чтобы не повторяться, поскольку мы уже гуляли по Апраксиному двору, представляете, как сложно мне постоянно говорить, я уже вот в такую превращаюсь. Мы начнем несколько с загодя, да, и я хочу вам показать здание Хорообщества взаимного кредита, построенное по проекту Федора Лидволя. Оно сейчас, конечно же, ну такое, грязненько-серенькое, потому что вся питерская пыль, вся питерская грязь осела на этом фасаде, но если я вам поставлю фотографию, как оно углядело, когда оно было только построено, вы убедитесь в том, что оно было прекрасно. Что здесь, конечно же, вызывает внимание 0.0000000000, запятая 1% сотых людей, проходящих мимо, и, наверное, в основном в том случае, когда они находятся в составе моей экскурсионной группы, и я им это показываю. Два барельефа справа и слева от балкона, под которым скрылся у нас человек, ну, можно подумать, что с рогами, на самом деле это был Гернос и Меркурий, Они такие, ну, как вы знаете, как будто в бане находятся, более того, среди них находятся еще и, нет, не здесь, это я перепутал, это на другом здании того же самого Лидвале на Большоморской возле Дворцовой площади. Ну и без этого хватает, да. Мужчины такие накаченные, абсолютно обнаженные, и есть один нюанс, который нам позволяет понять, кто они такие. Это, конечно же, шапка на голове у одного из них, но это не банная шапка с надписью «с легким паром», это шапка Бога Гермеса или Меркурия, все того же самого, мы это все можем идентифицировать по крылышкам. Справа и слева такие же полуголые персонажи несут гирлянды, это, пойдемте потихонечку вперед, намек на изобилие и, в общем, на то, чтобы деньги основателей этого общества текли рекой в их карманы. Но, согласитесь, конечно же, без пояснений данная брельефная композиция выглядит, ну, скажем так, не очень хорошо в наше непростое время. И как же прекрасно, что на этом сером фасаде эти фигуры абсолютно не читаются, и как же прекрасно то, что люди, гуляющие по городу Санкт-Петербургу, не обращают внимания на подобные вещи. Потому что мог бы быть такой же компуз, как в случае с квадри... кто там у нас, квадрига или шесть лошадей на портике Большого театра в Москве, где вот даже с помощью 100-рублевой купюры, на котором эта скульптурная композиция изображена, было замечено, О, Боже, О, Боже, у Аполлона детородный орган. Лучше пусть они будут как кены, да, в барбе, без всего, или с фиговыми листками. Мы с вами сейчас пройдем вот туда, для того, чтобы я вам показал, ну, такой, достаточно, хотел сказать, редкий раритет, и понял, что это масло масляное. Топографический раритет, потому что на Сенной площади в свое время, по проекту Иронима Китнера, было сделано три павильона торговых, и один из них был посвящен москотельным товарам. Я очень часто, когда привожу сюда свою группу, задаю вопрос, что это за такие москотельные товары, потому что точно такой же москотельный ряд был, например, в Охотном ряду в Москве, сейчас вот сюда. У нас, видите, закончилась, я так понимаю, учеба, и представители будущей интеллектуальной элиты России идут со своих занятий. Для меня же, конечно же, гораздо важнее то, что здесь раньше располагался фотоархив, который сейчас переехал, по-моему, на Тверскую улицу. Я вам подставлю фотографию вот в ту сторону, а затем фотографию вот в эту сторону, чтобы вы понимали, как эта местность выглядела в 80-е, 90-е годы, и особенно, конечно, умиляет фотография с ребятками, барахтающимися в лужах, и запускающими там кораблики и так далее. Это прямо мое детство. Ну и это у нас москотельный переулок. Вот, давайте его подснимем. Видите, москотельный переулок, дом 4. А что у нас сейчас здесь, по-моему, Финек у нас, да, Государственный экономический университет, да. Москотельные товары – это те товары, которые мы сейчас можем, ну, условно говоря, назвать бытовой химией и не только, да, включая всевозможные щелочи и прочее, потому что это мы с вами, да, пришли в магазин, купили что-то в пластиковой упаковке и применили тут же. До революции даже всевозможные аптекарские товары вы все равно иногда заказывали прямо здесь у аптекаря и ждали, пока он там натолчет, или приходили к определенному моменту, чтобы их забрать. Здесь мы сейчас с вами свернем налево, чтобы опять-таки показать, как выглядит изнанка и фасад этих зданий, потому что они сохраняют алгоритм торговли, в принципе, не изменившийся с тех пор. Вот это задник, сюда подвозились товары, здесь они загружались. На первом этаже располагались лавки, на втором этаже располагались конторы, иногда даже квартиры служащих, в основном приказчиков. Данная галерея – это уже, конечно, более позднее наслоение. И просто запомните вот эту картину сейчас, как это выглядит отсюда, потому что фасады, конечно же, они должны были продавать в прямом, переносном смысле, то есть продавать как свой имидж, так и продавать те товары, которыми они торгуют. И здесь у нас будет одно место, это такой предмет моей некой экскурсионной, экскурсоводческой гордости, потому что я хожу не только по Дворцовым, Исаакиевским, но и прочим, я хожу по разным подобным местам. И когда я пересматривал сериал «Бандитский Петербург» не на предмет восхищения его содержанием, а на предмет именно опознания определенных локаций, мест съемок, то я сразу же опознал квартиру, которую Чиличев себе снят для своих дел. Вот смотрите, здесь даже пухто, вот это зеленое, я вам сейчас поставлю кадр, то есть это было снято отсюда, я узнал сразу же, потому что я здесь постоянно вожу экскурсии. И здесь вот эти вот стены, они постоянно изменяются, потому что их раскрашивают, закрашивают. Вот, ловите друг друга, як уже вас возлюбить. Возлюбил, возлюбить, возлюбил. У меня в руках вот такая книжка. А, ну вот это я делал фотографию, совершенно потрясающе обыгранная идея видеонаблюдения. Это Ипполит наш прекрасный, купающийся в ванной, тепленькая пошла. И, по-моему, мне даже писали, кто автор этой работы, ну а вот эти вот замечательные личики и вот эта мозаика, она часто встречается. У меня сейчас есть, кстати, такая дилемма. Мне подарили совершенно уникальный, получается, сборный из мозаики моей ракетики, который можно наклеивать на стены. И я вот гадаю, как это сделать так, чтобы с одной стороны радовать людей, а с другой стороны не вызывать гнев особо внимательных граждан, которых раздражает все. Поэтому вот я сейчас пытаюсь у себя в голове эту вещь срастить. А теперь смотрите на фасад. Это вообще малый гостиный двор называется, да, железные ряды. То есть здесь у нас есть все необходимые атрибуты. Та же самая шапка Боба Гермеса или Мерикурия с крыльями, намекающая на торговый характер этого здания. Ну и, как я часто говорю, сейчас я вам покажу то, как бы я хотел выглядеть в Горобу. И пока мы туда идем, значит, здесь в этой книге собраны воспоминания, совершенно разные воспоминания, значит, во-первых, Лейкина. Это был такой публицист 60-70-х годов, который вращался вот вместе с журналистами газеты «Искра». Это не та искра, которая ленинская, это сатиристическая газета. Ну, в общем, такая либеральная, даже порой либеральная демократическая тусовка. А сам он был выходец как раз из купеческой среды. Вот, мой любимый и хороший. Ну, как ты, пупсик тут без меня? Жив-здоров? Жив-здоров, конечно, довольно иронично звучит в контексте. Слушай, а вот это давай еще подснимем, да, очень круто здесь ребята сделали. Вот эти Лейки, я не помню этого всего, на самом деле, когда ты ее вводишь, очень многое меняется. Вот этого не было, да. Ну, у меня здесь есть стандартный маршрут, называется «Опрашка Дну Петербурга». Собственно, мы туда сейчас и направляемся. Ну, это все сделано усилиями тех, конечно же, как бы сказали до революции торговых контор, лавок и прочее, которые располагаются на ней сейчас. Тут нам небольшой привет от «Мадерны». В этом здании, кстати, располагалась одна из лавок Бормана, знаменитого своими шоколадками. Ну и, в общем, специально для вас, наверное, я даже сейчас, мы перейдем эту замечательную садовую улицу. Я вам подставлю фотографию. Это здание по проекту Василия Шауба тоже модерновое, оно не изменилось с момента его постройки, но лавка располагалась вот там вот, в одной из тех арок. Ну, а что, а мы с вами ныряем в опрашечку. В опрашечку родименькую запахло весной, но нет, запахло шавермой, потому что весна нам только снизу, уже осень. И вот теперь сравните то, что мы показали вам в самом начале, с тем, что вы увидите сейчас. Мы попадаем в самую настоящую русскую православную среду, то есть... Многие, вам что надо? Нам надо джинсы есть. Есть, мужской, да? Спирт есть. Спирт? Спирт. Спирт тоже есть. Доллары есть. Доллары есть. Вам джинсы надо? Куртки есть. Да. Все есть. Привет, привет. Здорово. Приветствуем вас. Здравствуйте. Смотрим постоянно. Да, спасибо. Вы за покупками? Да, носки покупали. Носки? Вот, почем, кстати? По 40 рублей. Что-то дороговато. Нормально, зато качественно. Получше просто взяли. По 12 находил. Получше взяли? Получше. Куде дешевле. Спасибо за видео. Отлично, смотрим. Вы нас радуете вечерами. Да, у нас все клиенты посели на вас. Да, а что у вас за профиль деятельности? У нас красота. Красота и здоровье, да. Ну, наверное, не такая красота, конечно, как эти фасады. Во все можно красоту найти. Эту красоту не переплюнет ничто. Это точно. Да. Ну ладно, удачи. Всего успеха. Да, да, спасибо. Носки по 40 рублей. Это, собственно, то, ради чего сюда люди ходят. Кстати, сейчас можем зайти попробовать купить. Единственное, что я не помню, там они как бы наконец перешли на нормальную плату или у них по-прежнему только налик. Ну, здесь мы с вами идем по такой не очень насыщенной перспективе, потому что здесь, видите, сейчас у нас ничего особо не происходит. Значит, здесь мемориальные доски Апраксиным. Что же ты, генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин наделал? Пришлось нам перенестись совсем в другое измерение, совсем в другое время. Тьма сгущалась над Санкт-Петербургом, но зато вам повезло в этом отношении. Потому что у вас будет сегодня уникальный выпуск. Мы будем совмещать дневную и вечернюю проходочку. И таким образом у вас получится увидеть это место во всех его ипостасях. Здесь, видите, у нас нагромождение автомобилей из тех, кто не хочет платить за парковку. И если вы пожелаете выехать достаточно в узком проезде, где мы будем финишировать с вами в районе Большого драматического театра, то можете столкнуться с ситуацией, когда там образуется пробочка. Потому что очень много желающих как ехать, так и выехать. А пропустить не хотят никто никого. И она немножко пляшет. Ну, ничего страшного. Пляшущая камера – это наше все. Я вам сегодня еще параллельно буду рассказывать про то, как вообще шла торговля в те времена и как людей, ну, что вы что говорите, обманывали. Информация эта мной подчеркнута из двух книжек. Одна из них на самом деле не про Петербург, она про Москву. Но нравы, которые там описаны, они, в принципе, вполне могут относиться и к нашему городу, потому что купеческое сословие жило примерно по одинаковым законам, что в Петербурге, что в каком-нибудь Тамбове. Здесь у нас старейший, ну, понимаете, все, что с 90-х годов выжило, это уже старейший клуб Манихани. В годы моей молодости, если вы хотите где-то потанцевать под живую музыку, вот вам надо сюда приходить. Ну, а вот здесь, я уже рассказывал в предыдущем выпуске, я работал лично, продавал кроссовки. Вот это главная аллея, такая, где, видите, чудесные очки можно купить. Вот посмотрите, какая романтическая ночная вечерняя атмосфера. Горят огни, вас приветствует растяжка, свадебный салон. Город приглашает вас прогуляться по одной из главных торговых авеню северной столицы, где вы можете приобрести всевозможные модные бренды, включая Adidas, Puma и все остальное. Вот даже, кстати, смотрите, есть мусульманская одежда, это уже веяние времени на самом деле. До революции это все было населено, естественно, православным населением, которому ничто не мешало диктовать свои условия о том, как пытаться втюхать людям не очень качественный товар. Я буду иногда подсматривать свои подсказки. Например, было такое понятие «вывернуть тулуп наизнанку». Вывернуть тулуп наизнанку – это значит объявить себя банкротом, причем банкротом искусственным. То есть не тогда, когда у тебя действительно плохо что-то с делами, а для того, чтобы не платить по векселям, то есть не отдавать кредиты. И таким образом ты можешь существенно поправить свое положение. Мама звонит, маме надо ответить. Я вообще обычно вожу здесь экскурс вечером, когда здесь ничего нет, и она, опрашка представляет собой, знаете, реально такой апокалипсис. То есть можно здесь снимать фильмы про зомби и прочее. – Пожалуйста, носочки берем. – Носочки возьмем. Оранжевые буры. Оранжевыми бурами назывались молодцы, которые торговали на улице на морозе и точно так же пытались вам что-то втюхивать. Почему буры? Это тоже веяние времени, потому что шла бурская война, англобурская война, и она активно и обильно освещалась в прессе. Ну и, соответственно, симпатии горожан были либо на той, либо на другой стороне. Вообще с Англией у нас не особо всегда складывались взаимоотношения, поэтому некоторые даже ездили за буров воевать. Была такая история. Так, а где наш-то? – Прошли. – А, мы прошли, мы прошли, мы прошли, мы прошли. Или они уже закрылись? А, они уже закрылись, смотри. Да, они уже закрылись. Ну, тогда вот здесь мы с вами подставим то, как мы заходим сюда днем и покупаем трусики, носочки у наших замечательных соотечественников, которые приехали не из Узбекистана, не из Афганистана и прочее. Специально вам как раз, если вы посмотрите предыдущий выпуск, сравнить, потому что тогда мы гуляли, когда здесь практически никого не было, а это вот нормальная ситуация с опрашкой, когда здесь вполне. То есть, поэтому стены в основном красили, наиболее богатые обивали. Привет всем. Вот сейчас сюда зайдем, если они живы, то мы купим здесь носки. Ну, трусы можно купить, да. Они должны быть живы, но я же в них верю. Слава богу. Я же специально покажу, вот, ребята, лавку, в которую я хожу годами, которую держат, в отличие от всей окружающей, люди, понятно, по лицам из каких губерний. Носки мне черные, значит, ХБ 41-42 размер, значит, 10 толстых и 20 тонких. Только единственное... А, ну, в рюкзак я положил, да. Так, и трусов давайте мне тоже штучек 10. Размер 50. Чистый хлопок, да. Да, чистый хлопок, да. Почему они вот сейчас... 40-плотные, 37, которые... Ну, да, 40, ну, подорожил. Когда-то еще по 12 покупал, ну, видите, inflation. Да. А тонкие есть, посимо отсюда. Вот, прекрасно, да. И трусов мне, пожалуйста, тоже давайте, 10 штук на 50-й размер. Простенькие? Нет, не... А какие у вас сейчас есть? Красивые. Ой, вот эти-то прямо... Давайте вот эти, которые вы сейчас показываете. Ну, этих сколько осталось там? Ну, ладно, давайте сколько есть там. Ну, штучки 3-5 тогда. Нет, цветочек у меня есть. Цифры есть. Цифры? Нет, такие у меня тоже есть. Да, какой там размер у них? 50-й. А, вот, отлично. 50-й. Да можно на самом деле 5, давайте 5-ти хватит. Все-таки трусы. Так, посчитайте, сколько это все будет. Без трусов оставим. Без трусов оставим. Нет, мы вас без трусов не оставим. Как по ощущениям? Сколько еще, Апрактин, двор проживет? Вечно. Вечно. Вечно? Вот мне тоже кажется, что это вечно. Все это ерундашик говорит. Пока не заберем. 1490. А вот по вашему мнению, почему так происходит? То есть, почему до сих пор так они не смогли, они никого отсюда? Выселить. Ну, тут много частников. Ну, они поделились свое время, да. Собственностью, как невозможно. А покупать за хорошие деньги никто не хочет. За плохие деньги никто не хочет продавать. Тут дело такое. Помимо вас, сколько здесь еще есть точек, где торгуют люди непосредственно из России, а не из Узбеки? Ну, есть, ты скажешь, точек. Да? Ну, сколько ты знаешь? У Олега, у него только русские работают. Кто еще? Светка. Светка, да. Светка, соседка, да. Светка, соседка, да. Через один, да, вот так, через два. Через один, через два. Игрушки. Олег Николаевичов, да? Ну, да, Димка. Димка наверху. Ну, масса. Да, есть просто, да. Димка. Раскидана так сильно. Носками торгует. Ну, у него маленькая одна работает. Единственное, что, а так он... Ну, он немец. Ну, ведь нормальные все равно взаимоотношения с... Здесь... Да. Да. Ну, ладно, удачи. Спасибо вам. Да, до свидания. Итак, я купил себе носков, трусов. Я не зря зашел в мапрошку. Отлично. Так, ну, вот да, это действительно, я этих ребят... Ой, вычислил. Еще характерно то, что, когда был жив Радио Рокс, у них всегда играл Радио Рокс. Да, то есть ты заходишь, и здесь вот на фоне вот этого всего, там какой-нибудь дипперпузовый... Ну, это прям вообще такой сразу бальзам на душу твою. Помните, я еще в макете показывал вам часовенку, церковь и крестный ход. Вот это было непосредственно вот здесь. То есть там, где сейчас вот этот поклонный крест сделан и встроена какая-то временная часовня прямо в корпусе. Вот посреди... Все по 100 рублей. Все по 100 рублей. Все по 100 рублей. Надо нам что-нибудь по 100 рублей? Можно минуту, пожалуйста. Минуту? Минуту. Только две, только две. Одна минута. Одна минута. Две минуты. Пошло. Сняли и удалили. Да, все. Вот оно... И сейчас. Оно уже все ушло. Оно уже просто убежало, испарилось. Испарилось и ушло. Она хотела, чтобы мы это все удалили. Да. Она просто звезда рыбного рынка. Ну, как ты ей объяснишь, понимаешь? Она как бы... Она чувствует здесь свою среду. Она здесь как бы среди своих. Да. Как рыба в Азе. Но дело в том, что я тут тоже как рыба в Азе. Поэтому тут две рыбы встретились, и я еще та рыба. Мне, знаете, особо устал манекен. Да, давайте, значит, продолжим наши студии. Ну, вот сейчас у меня дилемма. Мы можем, конечно, выйти так. Ну, давайте по Ломоносову пройдем. Потому что сейчас там точно должно быть открыто. Они обычно вечером закрывают, а днем должно быть открыто. Да, то есть по поводу бумажных обоев я вам сказал. Что нас еще тут может заинтересовать? А, вот очень круто. Полы в квартире были простые, крашеные. По субботам производилось генеральное мытье их. После чего расставлялись половики, полотляные дорожки. А вечером во время всенощности сжигались у икон лампадки. Еще иногда приходили полотеры, о чем я тоже спрашиваю у своих эксурсантов. Как часто вы приглашаете к себе полотеры? Вообще, есть ли у вас дома паркет? А раньше паркеты очень часто натирали. Мусор не бросать. Камера наблюдения. Вот, видите, румейса. Женская одежда. Пожалуйста. Камера наблюдения рынок. Да, вот здесь вот таким еще одним уютным проходиком прогуляемся. Мы, кстати, перешли с вами на Щукин рынок. Это была всегда граница между Апраксиным рынком и Щукиным рынком. Но потом, после пожара опустошительного, эта территория слилась. А так вообще вот эта галерея обозначала границу города. Дальше. Вот эти вот самые буры, особенно когда они торговали. Вот видите, сейчас здесь висит огромное количество очень качественной одежды. Кстати, хочу сказать, что на самом деле некоторые шмотки, которые вы здесь покупаете, будут вполне себе не хуже того, что вы купите в каком-нибудь модном брендовом магазине. Потому что зачастую, открою вам страшную тайну, все это шмоте шьется на одних и тех же предприятиях. Днем вам фигачит какой-нибудь итальянский бренд, вечером и ночью вам фигачит тот же самый итальянский бренд, только продают его в цать раз дешевле. Пальто, допустим, вам продают не на, допустим, ватной подкладке, а на пеньковой подкладке. Пенька – это вообще материал, который производился из конопли, шел обычно на изготовление канатов, потому что таким образом у вас получался материал более эластичный, более стойкий к гниению. Видите, какая здесь прогрессивная система дренажа сделана, да? То есть здесь есть такая прекрасная крыша. Водо-отводная система. Но то, что хорошо для изготовления канатов, не очень хорошо в качестве изоляционного материала. И он, пенька, естественно, поскольку это изначальный сырой материал, он более дешевый, чем та же вата до революции. Поэтому вам главное это все дело втюхать, а дальше уже иди и ищи, свищи его с огнем. Очень мне понравилось, как, допустим, заготовляли рождественских поросят. А поросенок до революции это был... Ну вот сейчас, например, во Франции, да, Рождество это что у нас? Это устрицы обязательно, индейка. А у нас в России до революции обязательно нужно было, конечно же, нужен был поросенок. Так вот, этих поросят, их вы потрошили, да, и заливали внутренности водой и выставляли на мороз. Они замерзали, и такие консервы прекрасно доживали до того момента, когда начинался рождественский рынок. Их привозили на все ведущие рынки, и вы могли их купить. Проблема начиналась тогда, когда вы этих поросят заморозили, и тут вдруг оттепель. Такое случалось и раньше, и сейчас мы можем с этим столкнуться. И получается, что товар у вас приходил в негодность, становился некондиционным. Но и это, на самом деле, решалось довольно оригинальным и простым способом. Вот здесь мы сейчас прервемся с вами, потому что я это показывал в том выпуске, когда я тут с Аракезом гулял. Вот видите, вот этот поклонный крест. Здесь когда-то стояла церковь. И тут у нас немножко куртазные речи апраксинской. Ну и здесь проходили, естественно, крестные ходы и торжественные молебны, потому что у купцов были свои особо почитаемые праздники. Флора и Лавра, например, когда нужно было освещать лошадей. Затем Пороскива Пятница, их Великая заступница купеческая. Ну и дальше там целый набор таких вот дат. Что делать, если поросенок пришел в такое не очень хорошее состояние? Его нужно, значит, для начала находились персонажи, которые ездили по городам и весям, искупали этих поросят по 2-3 копейки. Достаточно подпорченных. Что мне делали затем? Что они? Да, я уже... Что они делали затем? Пойдем вот так вот пройдем. Что мы в прошлый раз там ходили? Хотя, конечно, я думаю, невооруженным взглядом тут человек, который первый раз осмотрит, вряд ли это лечит, где мы ходили в прошлый раз, где мы ходили в этот раз, потому что человеку, который здесь никогда не был, или который пришел сюда в первый раз, или который здесь бывал, но бывал очень мало, все эти проходы могут показаться одинаковыми. И только я, поскольку здесь довольно долго работал, еще в конце 90-х годов, более-менее ориентируюсь во всех этих галереях и переходах, значит, их нужно было вымочить несколько часов в растворе селитры. После этого они оттаивали, и затем их снова замораживали, и только опытный глаз мог отличить то, что это поросята не кондишен. По каким признакам? Значит, подозрительно красный цвет кожи поросячей, и нет кровопотеков, следов от крови на самой тушке. Но народ на самом деле все равно их покупал, и, в общем, что был за вкус, а какие, самое главное, последствия вам это грозило для вашего организма, для вашего желудка и прочего, это уже остается тоже за кадром. Да, диван чудесный. Прекрасный белый диван, друзья мои. Мы сейчас с вами выйдем на улицу Ломоносова, чтобы показать, что есть граница не только между Апрактином и Щукиным рынком, а есть граница даже между вот этим вот Восточным базаром и вполне себе классическим Петербургом, потому что мы вот в самом центре, в центральной не бывает. Вуаля! Вот там впереди, допустим, площадь, которую придумал и разработал Карл Иванович Росси, от нее отходит улица Зодчего Росси, считающаяся эталоном вообще классического стиля 22-220, да, 22 метра ширина, 22 метра высота и 220 метров ее длина. С правой стороны, по-моему, сейчас уже начали снимать леса, там здание бывшего Министерства внутренних дел, тоже по проекту Карла Росси построено. То есть это такой классический классицизм. Сами вот эти арки как бы никоим образом не намекают на то, что за этими стенами вас ждут прекрасные люди, которые будут подходить и говорить, куртка нужен, хорошая куртка я могу продать. Слушай, вот уже бешево, хорошее, качество, качество, знаешь, какое качество. Ну вот это и есть феномен опрашки, когда ты из одного мира перетекаешь в другой. Еще, помимо поросят, конечно же, очень важен рождественский гусь. Ну вот, опять-таки, на гнилом западе индейка у нас гусь. Рождественский гусь точно так же может быть некондиционным товаром, что тогда делали. Значит, гуся бросают в кипяченую, в кипящую воду, ждут, когда он оттает. Ну то есть вот этот замороженный гусь, который все сроки хранения его прошли, и он, допустим, попал вот в эту оттепель. Вода проникает в поры, он как бы надувается, и вот тут же сразу же замораживает. И есть даже карикатура, если я не забуду, я подставлю, если забуду, то кидайте в меня тапками и прочим, где показывают, как вот хозяйка готовит этого гуся рождественского, и он взрывается. Потому что такие случаи бывали, когда ты покупаешь гуся, начинаешь готовить, и он так, пух, на карпуску, как будто его динамитом начинили. Затем, ну это, кстати, я знал уже и не из этой книжки, я пока не снимал этот момент, но на Васильевском острове, где располагалась главная штаб-квартира, можно сказать, Елисеевых, там у них был склад. Так вот на этом складе, и вообще всегда на рынках, огромное количество крыс вас преследует. И они настолько здоровы, и настолько, пойдемте, на рынок обратно, настолько здоровы, и настолько, самое главное, мне уже не бояться кошек, что использовали, ну вот конкретно Елисеевы использовали такс, а здесь использовали фокстерьеров для борьбы с этими крысами, потому что ничего другое не спасало вас от этого. Возможно, когда-нибудь здесь починят асфальт, но не факт. И сейчас я вам хочу показать один момент. Я тут, короче, иногда развлекаюсь тем, что серфю в интернетах, ну музыку моей молодости, и была такая группа Biohazard, но она не очень известна широкой массе, и у них был такой культовый альбом Urban Discipline, вот, и я, значит, слушаю их, и тут я вспоминаю еще две культовые нью-йоркские группы, хардкоровые, которые еще менее известные, потому что Biohazard, он более-менее как-то еще все-таки кто-то знает, и смотрю клип одной из них, и там такой, знаете, кадр снизу, и идет такая галерея, и я думаю, что-то мне это напоминает. Что я вам вспоминаю? Ба, да это же опрашка. Я вот здесь в предыдущий раз говорил, что здесь, в принципе, можно снимать дес-металлические клипы, но конкретно эти три команды, они олицетворяли самую новую вот эту хардкоровую сцену Нью-Йорка в начале 90-х годов, в конце 80-х, в начале 90-х. Где же наш, я все пытаюсь, опять запутался, где же наш любимый бренд? Ну, возможно, я вам подставлю, но то, что дальше-то да, но... Ну, вот здесь нас всегда прельщает вот эта вот замечательная обшивка. Сайдинг великолепный. Посмотрите, какие филигранные заплатки. Как вообще все аккуратно, здорово сделано. Все на века. Чувствуется мощь инженерно-конструкторской мысли. Можете арендовать себе, пожалуйста, вот это. Едем дальше. Кондитеры продавали тут торт, назывался «Люби меня», про него обговаривали «Люби меня за 3 рубля». Такие тоже рекламные были приколы. Вот, смотрите. Это вообще один из моих любимых углов. Мне кажется, вот это, ну, квинтэссенция праксиного двора. Потому что, во-первых, очень ровные линии, обратите внимание, да, все очень круто. Вот эти вот саморезики хорошо тут смотрятся. Ну, в общем, все прямо дышит качеством и качеством. Во время торговли, ну, продавались еще ягоды и грибы, которые покупали в промышленных масштабах для изготовления, прежде всего, да, я вспомнил, прежде всего, пирогов. Так вот, продавать товар за красом. Что значит продавать товар за красом? Это значит, ситами прямо продавали ягоды. То есть вы на самый верх кладете качественные, свежие, крупные ягоды, а две трети занимают ягоды подгнившие. И вот так вот сплавляет этот товар за красом. Вот, друзья мои, это мои любимые бренды, которые висят здесь годами. Значит, ну, самое любимое это вот это. Видите? А мух, но... Да. Бля мух. Вообще, на самом деле, по-французски, если говорить блю, в нос, это белый. Но поскольку у нас носовые гласные люди не всегда умеют приносить, то они белый цвет приносят, как, простите, да, бля. Ну, шарман, понятно. А вот это тоже, смотрите, по-итальянски это диарелла. Но по-французски это звучит как диарея. Вуаля. Поэтому мечтаю, конечно, прикупить себе, да, парочку нижнего белья в лямур и подарить кому-нибудь... Конечно, кружевное, конечно, кружевное, только кружевное, только самое лучшее. Котики, собачки. Ну, вот это прикольно. Не надо снимать. Это как... Торговая тайна, да? Да. Торговая тайна. Не тайна, а вообще запрещено. Запрещено? Кем? Кем запрещено-то? Почему-то парни, у которых мы купали трусы, не возражали против того, чтобы их снимать. Да, а здесь вот, пожалуйста. Ничто не ново под луной. В свое время рассказывал Вашенков в одном из выпусков со мной, как люди полили черную икру. До революции умельцы покупали бесцветную кетовую икру или китовую, как правильно говорить в этом случае. Ну и красили ее тоже черной краской и сбагривали как павесной. Сбагривали дешевле, чем рыночная цена, прямиком в рестораны. Ну и там уже, по факту это выяснялось, были, конечно, скандалы и конфузы. Вот, видите, только что, буквально, смотрите, специально для нас сняли леса. И в прекрасном новом отреставрированном виде предстает перед нами замечательное творение Карла Ивановича Росси, где довольно долгое время располагалась типография, типография имени Володарского. Именно здесь, в этой типографии работала, допустим, мама Сергея Довлатова, корректовшей. Поэтому у Довлатова с детства было чувство языка, был вкус к русскому языку, воспитанный мамой. Сейчас бы, я думаю, он был грамма нации, конечно, да, и не терпел бы то, что мы видим в интернетах, потому что в настоящий момент у людей уже нет никакого интереса писать грамотно. Более того, когда ты, ну, даже не в качестве занудства, ты понимаешь, что иногда это такие придирки, ну, просто как-то указываешь, и дальше начинается такая история, типа, когда нет до чего докопаться, докапывается до орфографии. Да нет, ребята, докопаться можно до чего угодно. Классический анекдот, почему без шапки. Ну, посмотрите, какой он прекрасный, да. Это тот самый псевдо-древний Рим, который реализован у нас на Северных болотах, гением этого нашего русского итальянца, сына балерины. Ну, а вот туда как раз уходит та самая озвученная мной улица Зодчего Руси. Там у нас Министерство просвещения, где, кстати, был в 1901 году, застрелил министр просвещения Боголепов, студентом Карповичем бывшим, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, сейчас не об этом речь. Мы ненадолго перейдем с вами на дорогу. Ой, как хорошо на сумушке, а? Просто прекрасно. Мы тут, кстати, буквально недавно с Танечкой гуляли, вот тут мост переходили, где мужчина ловил уклейку и говорил, что он ее вялит и под красное вино употребляет. Вот шоколадные яйца, вот эти киндер-сюрпризы, они на самом деле существовали и до революции. Кстати, есть несколько версий, кто их придумал. По одной из версий Жорж Борван наш, ну, как бы сейчас уже концов не сыщешь. Так вот, как полили их. Значит, делали специальное тесто, в которое добавляли смоляной канат, деготь, квасцы и грязный воск. Половинки склеивались столярным клеем, затем расписывались малярными красками и покрывались черным экипажным лаком. Я хрен знает, как это вообще можно было есть. Приказчики Апраксиного двора очень любили в праздники играть. Тогда они говорили играть в бильярд, тогда они говорили играть на бильярде, и они назвали его пырялу. Как обманывали, обвешивали людей? Было несколько технологий. Значит, первое, например, продавать с походом. Что такое продавать с походом? Это когда у вас весы. Вы кидаете на эти весы товар и сопровождаете этот жест рукой. То есть ведете. И немножечко как бы притапливаете. В какой-то момент, зафиксировав внимание покупателя на стрелке этих весов, и затем быстро снимаете этот товар с весов, не давая вернуться чаши на ту позицию, которая обозначает истинный размер, точнее, истинный вес отпускаемого товара. Это называется обвес с походом. Дальше. Обвес на бумажку. Обвес на бумажку, ну, так продавали в основном ветчину и крупы. Это просто брала специальная такая очень грубая толстая бумага. Старались заворачивать в несколько слоев. Ну, и, в общем, на каждом товаре какое-то количество грамм лишних выходило просто за счет бумажки. Ну, а чем больше курочка по зернышку, как говорится, да, и прочее. Напоминаю вам, что мы проходим мимо нынешнего БЦ Ленинград. А тогда это Ленинс Дат в чистом виде, без БЦ. Здесь располагались редакции ведущих ленинградских газет, в том числе «Смена» та самая, где я начинал печатать свои статьи. Константинов еще, наверное, даже не догадываясь, что это будет книга, и вообще она, так сказать, прозвучит на всю страну, а потом будет снят сериал. И сюда же создатели сериала поселили непосредственно героя Абнорского Серегина. Есть масса отрывков. Запулков или запулок? Какая разница, какая разница? Добрый день, это Эрмитаж? У меня хуй до работы. Здравствуйте, это вас из газеты беспокоит. Как он отсюда выезжает. Андрей Викторович, уделите мне несколько минут. Уезжает на своей Ниве. Ну и есть момент, где он выходит. Вот с этой стороны его пасут и ждут бандиты. Он выходит, идет вдоль, соответственно, этого фасада, и его догоняет бандос, одетый весьма характерно для той эпохи. Конечно же, спортивные штанишки, курточка кожаная обязательно. Но поскольку Абнорский Серегин, он военный переводчик, то есть он человек, который бывал в горячих точках, как Константинов, собственно, с которого он себя... Нет, не с которого он себя писал, а которого он создавал себя. Вот так. Это про Абнорского Серегина, если говорить. Вот здесь эта сцена происходит. Эй, ты, стоять! Чего? Стоять, я сказал! И дальше он бежит вот туда. Вот это тот самый проезд, где обычно пробки возникают среди желающих заехать и выехать. И сейчас мы с вами прогуляемся немножечко, и я скажу честно, я прямо вот до сотых вам локацию эту не покажу, где это снималось, но это не столь важно, потому что это могло сниматься в любом этом закутке. Дальше. Абвес на бросок. Смысл заключается в том, что нужно, опять-таки, было очень сильно кинуть товар на весы, и получается, что эта чаша весов сильно опускается, и не дождавшись того момента, опять-таки, когда она вернется в обратное положение, быстро его снять, сказав продавцу, что вот это весит столько-то. То есть, есть некая параллель с обвесом на поход. С походом, точнее. Дальше. Обвес с пушки. Обвес с пушки – это просто когда, там, ну, вывешиваете что-нибудь, и говорите «О!» Он отворачивается, вы, соответственно, его тут же снимаете, и просто постфактум говорите, сколько это весело. Почему это все, там, с пушки, я, скажу честно, не знаю. Обвес на путешествия. Обвес на путешествия – это когда вам вешают какой-то товар, и дальше вас отправляют, допустим, платить в другое место, и вы идете платить, и тут же вам вдогонку кричат, там, типа, «Маня, столько-то денег!» А покупатель может попросить, что вы без меня, пожалуйста, не извешивайте, я хочу посмотреть. И обманутых вот таким образом покупатели почему-то называли слониками. Пойдем там, пройдем, там более светло. Сделать радугу – еще было такое понятие, особенно это практиковалось в мяснику. Это когда вы один вид товара, мяса, заменяете более некачественным. Ну и, опять-таки, вот эти вот радужные покупатели, да, ну, собственно, покупатели так и назывались – радужные. То есть ты втюхал ему обвес на радугу. Ну, допустим, это происходило здесь. То есть вот видите вот эти уступы в ту сторону, да? Ну, то есть они особо не заморачивались для того, чтобы далеко не ходить. Они здесь же это все и снимали. Здесь очень хорошо видно состояние этих корпусов, которые, ну, мягко говоря, требуют ремонта, да? Вот, если посмотреть туда, видно, как отваливается штукатурка. Здесь видно, как отваливается штукатурка. Но при этом их продолжают усиленно эксплуатировать, потому что... Потому что проходит распро... Да! Распродан проходит. Все по 1000 рублей, видите? Распродан. Камера наблюдения. Дать ассортимент. Это тоже как обвес на радугу. Ну и там еще, там, знаете, 7 радостей, обмер в натяжку. Обмер в натяжку практиковался теми, кто торговал тканями. То есть, как раньше происходило, вы приходите, там такой стол. Вы, соответственно, ткань раскладываете, там метр. И когда покупатель отворачивается, вы немножечко стягиваете кусок ткани и быстренько отрезаете его, выгадывая тем самым, там, 10 или 20 сантиметров. Я, конечно, я не хочу сказать, что так этим занимались все или постоянно, но из песен слов не выкинешь. Это было. И второй источник, который я просмотрел, это вот книга, которая у меня была в руках. Автор Лейкин. Он описывает быт непосредственно уже конкретно апраксинских вот этих купцов, потому что его отец был из этой среды и работал на этом самом апраксином дворе. И о чем он там пишет? Например, о том, что пороть детей в их среде было абсолютно общим местом. Пороть. Да, причем делалось это пороть даже не из злобы, а, скажем, восхлистали после неверного воскресения этой вербой в нахлыст. Но если вы провинились, то вас брали, запихивали головой между колен, зажимали и стягали прямо по заднице. Более того, он пишет, что плетка ходила и по девочкам, а еще детям дарили маленькие игрушечные плетки. Не знаю, чтобы они с младых ногтей привыкали к этому. В большом ходу были ременные плетки, продававшиеся в игрушечных и щепяных магазинах. И эти плетки даже дарили детям на елку. И, например, когда они учили азбуку, ну, я напоминаю, что сейчас у вас АБВ, да, раньше азбуки веди, да? Азбуки, бери плетку в руки. Да. Веди ижица, ижица это тоже буква, плетка ближица. Вот это было прекрасное воспитание. Дальше он описывает, например, про то, как они исправляли, допустим, то же самое Рождество, которое, кстати, у нас не за горами уже. Почему я об этом и рассказываю. И красили орехи, например, золотой цвет. Но орехов было столько, что их предпочитали колоть дверьми. То есть зажимали вот в углу дверей и кололи. И треск стоял по вообще всей квартире. Более того, они любили таким образом пугать своих служанок подобным методом. Затем он описывает то, как происходил смотр невест в Летнем саду. Это достаточно известное было мероприятие, летом проходившее, куда стекались купцы со всего города. И там в Летнем саду, так шпалерами буквально слева и справа, стояли, ну а-ля потенциальные женихи. А отцы семейств вели своих дочерей под руку. Либо... А вот пойдем, вот здесь пройдем. Смотрите, какой еще романтичный языкуток. Ну, либо мамашу вели. Ну, а по бокам, естественно, стояли чувачки. Ну, вот это... Ничего. А барышни несчастные, они боялись даже взглянуть по сторонам. Но, действительно, это была такая своего рода биржа, после которой какие-то браки вполне себе заключались. Смотрите, здесь есть... А, я пошив, это подшив. Ну, то есть, если вы купили... Да. Вот тут, видите, честно написано. Турецкая одежда. Вот, тоже хорошая реклама, видите. Джинсы. Было что-то, но порезалось. Вот, Иона... Описывает, на самом деле, еще, допустим, как выглядела среднестатистическая квартира, купеческая. Скажем, бумажные обои еще были не в ходу, были большим дефицитом. Свечи, скажем, стеариновые, доставались только на праздники, мылись с мылом, потому что они все были засажены, засижены, точнее, мухами. А в основном они жгли сальные свечи. Сальные свечи, я вам хочу напомнить, она... очень вонючая, она дает гораздо меньше света, но она... Вот эти сальные свечи, они как раз ответственны за то, что родился миф, особенно во Франции, в эпоху Крымской войны, у меня даже был выпуск в свое время в серии «Россия – чужой взгляд», он так и назывался, «Ешьте свечи», что казаки едят свечи. А почему? Потому что они были сделаны из сала. Вот сейчас не все даже понимают этот контекст, а залезая в воспоминания купеческие, мы об этом узнаем. Это одна из таких главных авеню, одна из главных, условно говоря, внутренних улиц, которая выходит в Апраксин переулок, где мы с вами будем заканчивать и финишировать. Я, естественно, что-то вам еще подставлю за кадром, но я думаю, вы прониклись, да, вот этой атмосферой замечательной. Ну и, в общем, никому до сих пор так и неизвестно, что будет здесь, когда будет здесь. По идее, надо бы этот конгломерат не всегда, мягко говоря, законной торговли выселить отсюда. Но вот сколько лет не пытаются это сделать, как я уже говорил, ничего у них не получается. Поэтому будем ждать, на самом деле, вестей с полей и с газетных и прочих полос. И я сейчас прервусь для того, чтобы перенестись несколько в иное место. Ну и пора нам уже закончить. Сначала персональное обращение к жителям столицы. Дорогие москвичи, я еду к вам отчитываться за весь прошедший год. Будет пять экскурсий, одна вечером в пятницу, две в субботу, две в воскресенье. В середине ноября все анонсы вы сами знаете, где искать. Ссылка внизу. Приходите, увидимся. В конце мы нашли специально тихий дворик, чтобы ничто вам не мешало рассказу, что вас ждет или что вы можете посетить. Например, как я уже вам говорил, экскурсии проекта «Открытый город», которые... расписание которых вы можете посмотреть в ссылке, располагающейся вот там в описании под этим выпуском. Что касается моих мероприятий, то уже не май месяц, поэтому они идут не так интенсивно, но на выходных как минимум, и иногда еще в другие дни, тоже вы можете посмотреть расписание на сайте. Ну и, конечно же, литературка, которую вы можете приобрести как на сайте, так и после экскурсии. В данном случае я их подписываю. Это книга про пиар во время русско-японской войны. Это остросоциальный роман «Корень». И это тот самый путеводитель. Вот видите, здесь мне тут написали некоторые люди, что они заметили, что здесь озеркалено. Но здесь озеркалено интересно. Это более современная эпоха, это более старая эпоха. Ну и, в общем, история нашего государства через историю одной из главных магистралей нашей страны. Поэтому ходите, гуляйте, наслаждайтесь, познавайте новое, оставляйте комментарии вот там. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok